Друзья, всем большой привет! Представляю вашему вниманию озвученные воспоминания казака-предателя во время Второй мировой войны, которые он записывал в свой дневник. Желаю вам приятного прослушивания. Исторический день. Ровно год назад, в этот день, в 12 часов под хутором Карпа Русским, в районе станции глубокой Донской области, познанский поляк, солдат германской армии из берлинской бронетанковой дивизии, вложил по мне шесть пуль и взял нас в плен с сержантом Валей Волосковым из Ржева. Ох ты мой, уже целый год! Сколько событий, сколько смертей, побегов и перемещений за это время! Что будет 16 июля 44-го года? Может быть, от меня останется вот этот дневник и слабое воспоминание, но я все же верю в свою звезду. Немецкие газеты пишут об уничтожении 400 советских танков, взятии 20 тысяч пленных. Среди них молодые женщины, по-видимому, комсомолки. Джугашвили не остановится ни перед чем, он будет посылать на войну и женщин. Один танк «Тигр» уничтожил 22 советских Т-34. В этих цифрах чувствуется какая-то легкость, но по всему видно, немцы начинают на востоке закапываться в землю. Наступление англичан на Италию потребует снятия с востока 50 немецких дивизий. Я все же уверен, что настоящие действия начнутся в 44-45 годах. Еще много людей, снарядов, пушек, самолетов. Начинается война нервов. Черчилль в парламенте сказал, победа может прийти скорее, чем ее некоторые ожидают. В Сицилии идут сильные бои с англичанами. По направлению к Олевску вынули три мины. Поезда не ходят. 25 июля. Стоят солнечные дни. Зашел к Валентину. Пообедали хорошо, но без выпивки. Шел к Василенко, но не дошел. Вечер провел у Анищуков. Вчера зашел к майору. Выпили пиво. Он хорошо играет на мандолине. Сотников играет на гитаре. Надо устроить у Анищуков музыкальный вечер. 26 июля. Гагарина и казака Штальянова отправляют из Ракитна в Сарны и дальше. Видел Гагарина. Пьет по-прежнему. 27 июля. Вечером выпивали у майора Кожека. Завтра их дивизион выступает в Сарны. Формируется казачья кавдивизия. На вечере были водка, пиво, по части закуски слабо, колбаса, яички. Были гауптман и Денкман, вандер, два обер-лейтенанта и лейтенант Кнутсен, адъютант Денкмана. Сначала разговор не клеился, а затем завязался лучше некуда. Кнутсен имеет значки за ранения и за три штурма. Оказывается, в прошлом году, в июне, он со своей частью стоял у Донца. 31 июля. Приехал лейтенант Зайдаль с сотником Шелковниковым из Антоновки. Там случились события. Два казака променяли гранаты на водку. Пришли к цивильному, наставили винтовки и потребовали самогонки. Когда их арестовывали, казак Кабанов набросился драться на сотника и на немецкого офицера. Последний выхватил револьвер и хотел его пристрелить, но казаки не дали. Я перевожусь в Антоновку. В четыре часа выехали с Зайдалем в Сарны. Пришлось скоропалительно собираться. Набралось три объемистых места. Передвигаться становится труднее. Сарны приехали вечером. Был в кино. Ночью чертовски кусали блохи. Намучился. Встретился с Ваней Красиковым. Услышал о себе интересную новость, что как будто бы меня немцы расстреляли в Киеве за связь с партизанами. Но оказалось, что расстрелянный Ясаул Романчук, командир первой сотни Сарнского нашего отряда, сотником зачин, был у меня командиром взвода и вахмистр. Причина – связь с партизанами. Хорошая примета. Если говорят убит, значит будешь жить. Так меня уже однажды похоронили в Гражданскую войну. Ну а я пока живу. 16 августа. Еду в Ракитно. Хочу пошить брюки, кальсоны, починить часы, увидеться со знакомыми. Не клеится дело. Исправляют путь. Вчера целый вечер сидел у комрадов, у Ганса. Разговаривали о войне, о жизни. Немцы очень интересовались жизнью при советах. Спрашивали, как долго еще будет война. Я ответил – еще полтора года. Ну, видно, конечно, устали ребята. Методы партизанской войны, неприемлемые для европейской натуры, являются большим тормозом. Выехал в Сарны, встретился с Галей. Посидели. Поезда на Ракитно не было. Взрыв. Поправляют путь. 17 августа. Пасмурный день. В штабе 2-го казачьего полка познакомился с офицерами. Харунджий Филиппов из Новочеркасска. Интеллигентный человек. Сотник Селиковский, мой земляк. Поговорили, позавтракали. Яичница, омлет, твой. Орак и кофе. У портного полка все же заказал пошить себе двое брюк, мундир и кальсоны. Полк за время существования потерял свыше 300 человек убитыми, ранеными, взятыми в плен. Кормят их, обмундировывают гораздо лучше, чем нас, тоттовцев. 20 августа. Немецкие бомбардировки разбомбили базу партизан за боровками. База находилась на острове, среди болот, в лесах. Жадные до грабежа мужики нашли там много парашютов, сапог, валенок, полушубков и другого добра. Конечно, хорошо поживились. Партизаны перекочевали в другое место. На базу пошел немецкий отряд. Говорят, одних взрывчатых веществ набрали три воза. Часть добра забрали, остальное спалили. Партизаны перекочевали в район Страшево. Сейчас там происходит больше всего крушений. Шел товарный поезд с лимузинами. Разлетелся под горку и наскочил на мину. Паровоз под откос, шесть вагонов полезли один на другой. Из вагонов и лимузинов получилась окрошка. Машинисты каким-то чудом остались живы, ну, только привалило углем. Вечер провел в милом семействе Анищук. Слушали пластинки, принесенные доктором Бруно Лендеманом. Доктор в сорок первом году зимой был на левом крыле немецкой армии, наступавшей на Москву. Побывал в Клину? Говорит, тяжело было, отступали по пояс в снегу, из нашего полка осталось очень мало. Особенно донимали советские лышники. Я понимаю его. Сам три года воевал в гражданскую войну с русскими. 21 августа. Приехал из отпуска Наксель. В районе Страшева, самый опасный район, партизаны обстреляли поезд. 23 августа. Вечером лейтенант Зайдаль наломал мне хвоста за долгую поездку. Я терпеливо выслушал его, дав ему разрядиться. Но пожурил немного, на этом и закончилось. Смотрели ночи в Венеции. Обычная немецкая шелуха, не считая некоторых милых песенок. 25 августа. Катался на велосипеде, с удовольствием принял ванну. 27 августа. Вечером у немцев пили пиво. Ностер играл на гармошке. Немцы, как обычно, дружно пели свои песни. Перед вечером из вермахта ушли 11 казаков в неизвестном направлении. Набрали их сбору пососинки из последних военнопленных. Ну вот вам и результат. 28 августа. Познакомился с Ностером, загружкой пива. Боевой немец. Хочу устроить выделку кожи, пошить сапоги казакам. Нужно 60 килограмм извести. Разворачиваю дело. Приехал Зайдаль, изровно. Обещает выдать казакам кожаные ботинки. В двух километрах от Антоновки партизаны сделали засаду. Как только на железной дороге появился патруль, партизаны открыли из пулемёта в перекрёстный огонь. Четыре немца были прошиты очередями. Один в грудь, другой в ноги. Один ефрейтер некоторое время отстреливался из автомата, но его добили. Одного казака ранили, одному удалось бежать, другие остались у партизан. Всё оружие и патроны партизаны забрали с собой. Четырёх убитых немцев нашли в кустах, привезли в Антоновку, положили в вагон, накрыв соломой и отправили в сарны. Наши казаки отвезли их в город. Пасмурно, идёт дождь. Сижу, занимаюсь немецким. Ночью часто стреляли посты. По лесу гул, эхо. Двадцать девятое августа. Утром ходил к амраду-фельдшеру в вермахт. Дал мне ложку лечебного угля и две таблетки. Хорошо позанимался немецким языком. «Тучи мох». Читаю Алексея Толстого «Чёрное золото». Пил пиво у Ганса. Днём хорошо поспал. Часика полтора. Тридцатое августа. Ночью была тревога. Три условных выстрела. Быстро оделись, выскочили, заняли позицию за баррикадами. Пустили штук пять осветительных ракет. Нападение не последовало. На другой день узнал. На железной дороге в двух сотнях метров от станции находился немецкий пост. Двое молодых немецких ребят. Каким-то образом партизаны сумели подлезть под пост и выстрелить в упор из нагана в молодого солдата, прострелив ему плечо. Ребята подняли тревогу. И случилось это около часа ночи. А, как по мне, они просто возились с винтовкой и один в другого нечаянно выстрелил. Ночи хоть и стоят темные, но все же видно, если человек ползет. Надо заснуть, чтобы подпустить их так близко. 31 августа. В три часа ночи опять алярм. Те же ракеты, та же стрельба. Выпустили сотни три-четыре пуль. В белый свет, как в копеечку. Увидали старый костер на пожарище? И давай палить на огонь. Трассирующие пули ударяются о дубы, дают вспышки, огоньки, а они, дураки, еще больше палят. Стоит двум-трем партизанам подлезть с автоматами, дать две-три короткие очереди, и наши чудаки выпустят все патроны. Легли спать в пять часов утра. Через пятнадцать минут вновь тревога. Началось с вермахта. Нервничают ребята. Сидел я вечером с Крайсланд-Виртом спрашивает, откуда у Сталина резервы и танки. Я говорю, что на Урале имеется мощная индустриальная база, много эвакуированных заводов. А насчет людских резервов. Сейчас в СССР мобилизованы все мужчины, каких только можно мобилизовать. Сталин, говорит Ностер, поступил по-хитрому. В финскую войну и в начале этой он не все показал, а теперь двигает главные резервы. Я не нашел оснований возражать. Первое сентября. Занимался немецким. Такая трудная статья целый день переводил. Перевод из правды. Вечером выпивал с немцами. Начали у Августа в квартире, закончили в казарме у немцев. Генрих, славный малый, играл на губной гармонике. А мы со Стасией, с другой Стасией Марусей, танцевали вальс польку, краковяк, фокстрот. Пьяный Генрих свалился на кровать и ругался по-русски. Польки хохотали от души. Пришли еще немцы, вечерок провели недурно. Немцы относятся к нам неплохо, но есть начальник станции, человек с тяжелыми, холодными глазами. Тот ненавидит нас, русских. Он готов нас всех перестрелять. Но, увы, руки коротки. Пятое сентября. Хочу сходить в кино, развеяться. Заходил сотник из вермахта, посидели, поговорили, выпили пиво. Вечером в сарнах был у Марии Эссы Владимировны. Шестое сентября. Поезда на Антоновку стоят, путь взорван. Пошел во второй полк, все на стрельбище. Пошел к Ларисе Горошко. Пообедали, выпили полграфинчика самогоночки. Пошел к Петру Григорьевичу Пихно. Офицер первой конной дивизии, генерала Барбовича, добровольческой армии. Интересная личность. Состоял в террористической организации, ухлопавшей Воровского. Сам стрелял в Болгарии, в представителя СССР, латыша. Несколько раз переходил советскую границу. Разговаривали мы с ним до двух часов ночи и не переговорили все. Заговор Тухачевского, взрыв на Лубянке, в рабочем клубе в Ленинграде. Вывод — большевики боялись террора. Восьмое сентября. Солнечное, прозрачное утро. Неподалеку пулеметная стрельба. Бросали гранаты. Партизаны орудуют на узкоколейке. Немцы из вермахта побежали туда. Казак Исаев устроил дебош из-за мешка. Ростовский типус. Сидел три года за драку с милиционерами в клубе. Придется посадить его в одиночку. Дебошир. Во время тревоги — трус. Такие типы мне известны по гражданской войне. Девятое сентября. Девятого сентября сорок второго года, сегодня ровно год, я приехал вечером в восемь часов в Олевск. В тот день с двумя немцами шофер и лейтенант выехали в три часа из шепетовки на легковой машине. За пять часов мы покрыли 250 километров. Это был день резкого перехода от заключения к свободе. От столь надоевших проволок и голода к чудесной свободе. Только человек, побывавший в плену и тюрьме, может оценить святое слово «свобода». Уже год, позже мой, как же время летит. Утолить голод, наесться до отвала. Вот что было нашей первейшей и заветной мечтой. И мы сумели это сделать, навалившись на полескую картошку с кислым молоком, которым нас угостила Ева Тимощук. Дай Бог ей доброго здоровья и увидеть конец войны. Шепетовка. Это слово будет целую жизнь тяготеть над нами тяжелым кошмаром воспоминаний. Мы, казаки, никогда не забудем шепетовки. Пусть даже меня кормили бы всю жизнь золотого блюда лучшими кушеньями мира, но заставили бы жить в шепетовке, я бы не согласился. Целый день занимался немецким. Усидчиво, хорошо, даже сам собой доволен. Прохожу тридцать восьмой урок. Предлоги, требующие аккузатива. Десятое сентября. Стоят чудесные осенние дни. Вчера уехали на Клёсово тридцать казаков. Скоро и мы двинем. Вечером выпивали у Гришкиной тоськи. Пели казачьи и русские песни. С душой, с чувством, как поют русские люди на чужбине. Колесили до часу ночи. Я пошел домой, только разделся, как пришли. В контроль. Ну, пошли с Бернгардом. Старый немецкий матрос водку глушит, как воду. Говорит, «Скоро войне конец». Над Берлином сбито недавно восемьдесят четырех моторных американских бомбардировщиков. Спрашивается, сколько же их всего? В Гамбурге убитых, раненых четыреста тысяч человек. Особенно бомбят Кёльн, Гамбург и Берлин, бомбят Неаполь, Рим. Одиннадцатое сентября. Утром стоял туман. Идет осень. Поругался здорово с Августом и Оскаром. Пьют каждый день. Многие немцы здесь за время войны сопьются. Полицаи уезжают. Немецкие моряки напали на Шпицберген, разрушили бункеры и вернулись в Норвегию. Пасмурный, серый день. Двенадцатое сентября. С утра на Пунцевичи выехали две грузовые машины с немцами из Вермахта, сорок человек с двумя пулеметами и автоматами. Взяли много патронов и гранат. Партизаны порубили лес и перегородили дорогу. Вместо того, чтобы быстро соскочить с машины, занять позицию, немцы сидят, прижавшись друг к другу. Один пулемет мог бы скосить всю группу. Тринадцатое сентября. Утро, чудесный осенний день. Неподалеку от казармы горят хаты. Немцы очищают пространство для обстрела. Жители, как муравьи, таскают свой скарб. Обычная картина. Крыши, тез, сухая сосна трещат. Казаки залезли на крыши, льют воду, отстаивают хаты своих каханок. Бедная жизнь, бедные люди. Дети сидят на узлах, плачут, матери мечутся. Ночь прошла неспокойно, спали не раздеваясь, ждали нападения партизан. Говорят, в окрестностях ходят несколько тысяч. Положение напряженное, вечером выпивали у Тоськи. Сорок человек до сих пор не вернулись. По-видимому, немцам капут. Из Сарн выехало две компании на Пунцевиче. Должно быть, спалят деревню, жгут неподалеку сарай. 14 сентября. Ночью приехали до сотни немцев. Ночевали в наших пустых казармах, в касках, в защитных плащ-палатках. Привезли сожженный труп, лежит у баррикады вермахта. Не скажу, чтобы на меня произвело это сильное впечатление. За две войны это не первый труп. Даже мясо в обед ел совершенно спокойно. Никакой брезгливости не ощущал. Я был прав. Там немцам действительно капут. Рассказывали. Первая машина въехала на деревянный мостик, вторая въехала и подорвалась на мине. В это время из тяжелых пулеметов партизаны открыли убийственный огонь по обеим машинам и всех покосили. Я так и думал, что начальник станции Генрих будет убит рано или поздно. Уж слишком его глаза были человека ненавистнические. Я читал смерть и обреченность в этих глазах. Зло всегда порождает зло. Утром в шесть часов немцы ушли. Жители Нетреба и Пунцевичей разбежались в лесах. Если останусь жив, напишу книгу примерно под таким заглавием «Война, как она есть». Даю эту клятву перед Господом Богом. Там будет изложено все, что видел и испытал. Мои глаза много видели, моя плешивая голова много думала. Судьбы народов решаются кровью и железом. Бисмарк. У меня нет оснований спорить с одним из самых умных немцев. Старик сильно смотрел на жизнь и во многом был прав. Из Сарн приехали казаки. Радио. Немцам из Данка на Топ узловая станция Бахмач, от которой идут четыре дороги. Об Италии две разноречивые версии. Италия совместно с англоамериканцами выступила против Германии и Италия изгнала со своей территории англоамериканцев. Черт знает кому верить. По-видимому, положение немцев объясняется нехваткой резервов. Привезли обмундирование. Вчера полдня хорошо занимался немецким. 15 сентября Прошлую ночь плохо спал. Вермахт без конца стрелял. Приходит казак со станции и говорит «Сегодня видел свою родину». «Как это ты ее видел?» спрашивают казаки. «Да нынче немцы на площадках везли разбитые орудия, танки, машины, а на колесах грязь. Думаю, ведь это наша родная земля». «Есть в моей сотне казак Новиков, житель Ростова. Этот архаровец за бутылку водки отца мать продаст». Ходили как-то, паслись две лошади. Он их сботовал и продал поляку за два литра самогона. 16 сентября. Пропали 37 человек. Как в воду канули, будто и на свете не жили. До сих пор не найдены следы. Слухи. Красные в 110 километрах от Киева идут по 25 километров в час. По английскому радио 35 километров. Еще более невероятное, в России скинута власть Сталина, перемирие между Германией и Советами. В России демократическое правительство согласились отдать землю под Днепру. «Ну, это уж настоящая утка». 17 сентября. Завтра грузимся. Пришло шесть вагонов. Десять казаков остаются в сарнах. Остальные я на клесов. 18 сентября. Приехал лейтенант Зайдель. Подняли казаков в восемь часов утра. Начали погрузку. Шум, крики, казаки разбирают кровать и кухню. Собрал вещи. Грузим. Завтра утром на сарны. Прощай, Антоновка. Хоть и опасно, но жили как на курорте. Молока, мясо хоть отбавляй. Будем вспоминать после, я в этом уверен. Уж местные польки повесили головы. Казаки уезжают. После войны из вновь родившихся казачат Польша может организовать казачью дивизию. Будут поляки помнить о залбог одной веревочкой. Куксов все время возит наше имущество. Коров, гусей, свиней все забрали с собой. По-немецки. Немцы ничего не бросают. Если бы можно было уборную с одержимым взять, взяли бы. В Германии на удобрение пойдет, только возня большая. А все-таки как нехорошо жили, а сердце рвет к своим, к Верочке, к детишкам. Если б конец, бросил бы все и полетел туда. Второй раз был в своем городе. Во сне. 19 сентября. Выгружались в сумерках. После Антоновки нас охватила грусть. Бараки, неподалеку лес, каменоломня, глубокий карьер. Кур, гусей, свиней, лошадей ставить некуда. В Антоновке мы жили помещиками. 20 сентября. С утра казаки открыли пьянку. Песни, пляски, немцы не умеют веселиться, как русские. Для этого немец слишком сух и схематичен. В жилах немцев вместо крови химические чернила. Приехал Зайдаль. Сказал, что скоро официально присвоят звание капитана. Едет к оберсту в ровном. Елатонцев достал водки из самогона. Пригласили Зайдаля с немцами. Пили, плясали, дурачились. Повар фриц напился до чертиков. Лейтенант Зайдаля немцы остались довольны. 22 сентября. Несчастье, большое несчастье. С утра 25 казаков, немцы, поляки поехали за картошкой, в километрах четырех отсюда за лесом. По дороге сделали глупость. Забрали у мужиков шесть подвод под картошку. Мужики, как видно, сообщили партизанам. Те устроили засаду. Но казаки поехали не по этой дороге, а по другой. Но и там их успели встретить очередями из автоматов. Казаки рассыпались, ответили из пулеметов. Партизаны убили казака-кубанца Алексея Косачева, 29 лет. Казачина здоровый детина на шесть пудов. Жить бы парню до сотни лет, но сразила горячая пуля. Ранила немца фрица, фрица перевязали и отправили над резиней в сарны. Вечером сделали гроб Косачеву. Две пули из автомата пробили грудь на вылет в районе левого плеча. Хорошая, быстрая смерть, без страданий и мук. Вечером казаки заметили партизан, обстреляли из Максима. 23 сентября. После обеда казаки напились, вспоминали Косачева. 30 казаков отправляет вздолбунов. Пришел немец и обещал дать двух штукатуров отштукатурить стены, сделать печку и набить земли под пол. 24 сентября. Еду на сарны, чтобы спросить разрешение у лейтенанта Зайдаля на поездку в Олевск. Хочу поменять сырую кожу на готовую. 7 октября. Вчера днем объявили алярм. 40 казаков с тремя бельгийскими пулеметами и я двинулись в лес. Но только вступили в лес, видим, комрады возвращаются назад. Гонят баб, коров, мужчин, коллег. А партизаны, кто был, все ушли. Новость. Второй казачий полк, кажется, разоружается. На одной станции казаки убили 7 немецких солдат и одного офицера. За это немцы расстреляли 24 казака. Виновные, конечно, сбежали, а невиновные попались. Пришлось провести беседу. За последнее время казаки стали пить самогон. Есть подозрения, загоняют казенные вещи. 12 октября. Скучно. Наступают холода. На фронте не слышно. По-видимому, происходит стабилизация на Днепре. 13 октября. Большевики в 7 часов вечера бомбили Житомир. 4 бомбы на вокзал, 8 на аэродром, 6 на город. На село под Житомиром, где стояли немецкие части, в бывшем военном городке сбросили 50 бомб. Бомбили Бердичев. В районе Конотопа и Гомеля наступало такое большое количество танков большевиков, что только 300 немецких самолетов сумели сдержать наступление и дать время отойти немецким частям. Крым эвакуируется. В Житомире много войск. Котел не привезли. Партизаны везде рвут дороги. В Шепетовке 6 тысяч русских пленных. Читаю рассказы Пельняка. 16 октября. Отправили в Сарны 23 казака с урядником Букиным. Съездили на кладбище. Прибили доску с выжженной надписью «Кубанский казак Косачев Алексей Васильевич родился в 1914 году. Убит 22 сентября 43 года. Кубань, Станица Сергеевская, Хутор, Пудягин. Небо затянуло тучами. Помылись в бане под душем. Вечером играли в подкидного дурака. Стабилизация на Днепре. 27 октября. Получил у Хорста карточки. Группа в пять человек. В два часа утра ходил в контроль с куликом. На двух постах с французским тяжелым пулеметом и бельгийским легким молодые солдаты бельгийцы спали. С такими солдатами партизаны нас вырежут как кур. Мальчишки лет по 18-20. Черти бы их задрали с их культурой. Культурно спят на постах, а дураки их режут. С такими солдатами навоюешь». Доложил Августу. Сказал, что всех отправят в Сарны. 31 октября. Вечером пришлось посадить под арест двух казаков Максимова и Скрипникова. Напились и поперлись к своим бабам. 5 ноября. В километрах в пяти от Сарн у леса поезд был обстрелян сильным автоматным и пулеметным огнем. Поезд, не задерживаясь, пошел дальше. Казак Чечетко сам видел автоматчиков, лежащих в тридцати метрах от полотна. Немцы из бронированного вагона обстреляли партизан. 6 ноября. Один из казаков заснул на посту у электростанции. Вечером перед строем так его пропесочил, что парень не знал, куда деваться. Вчера был у Плавского. Только что раздался взрыв у Ракетна. Новость. В Антоновке стоят сто машин с немцами, собирают поставку, грузят хлеб, свиней, коров, лошадей. Городец, украинское село, сильно разрушенное. Жду лейтенанта Зайделя, чтобы съездить в Антоновку. Если нападут партизаны, самое главное успеть выскочить наружу, не дать застать себя врасплох. 9 ноября. Большая ошибка немцев и Европы в том, что они совершенно не учитывают всю мощь уральской железной индустрии, а главное все еще упорно продолжают думать, что в СССР живут сплошные дураки, неспособные проводить и выполнять серьезные операции. Как видно, эта война будет крушением многих престижей. У Советов якобы имеется танк новой конструкции, меньше тигра, но который пробивает тигра. 12 ноября. Пасмурный, сумрачный день. Киев взят большевиками обходом северо-запада. Немцы много постреляли гражданского населения. Век живи, век учись, и все-таки дураком умрешь. Всему не выучиться. 13 ноября. Ночевал у Гаврила Васильевича, был у доктора. Прописал мазь и присыпку. Терпеть не могу разные там мази и присыпки. На этом дневник обрывается. Данная аудиокнига была озвучена благодаря поддержке спонсоров и бустеров YouTube канала Диодант. Друзья, спасибо вам большое за поддержку. Друзья, спасибо вам большое за прослушивание. Буду благодарен вашей поддержке на сайте Бусти. Кстати, скоро там выйдет большая аудиокнига с воспоминаниями Морпеха о боях за Окинаву. Она будет доступна по подписке 100 рублей в месяц. Ссылка на Бусти в закрепе.